Всем привет! Стартовал суперфинал чемпионата России 2020 года среди мужчин и женщин. И сегодня у нас любопытная партия Дубов и Есипенко. Вот такая вот сложилась позиция Миттельшпиля. И белые здесь провели достаточно агрессивную идею. Ваша задача найти и, по сути, выиграть партию. Потому что после этой комбинации достаточно просто довести партию до победы. Поэтому жмем на паузу. Думаем, здесь многоходовочка. Ни один, ни два, и даже не три хода. Может быть и три на самом деле. Но вот дальнейшее тоже нужно поразмышлять. Видеть, как все-таки победить с выигрышем позиции. Жмем на паузу. Думаем. Напоминаю, что у нас 8 декабря в 17.00 по Москве. Большой прямой эфир. Поговорим о Василии Смыслове. Седьмом чемпионом мира по шахматам. Обязательно будьте. Но и в эфире по традиции мы разыграем денежный приз. Итак, если вы уже нажали на паузу и решили, давайте разбираться вместе. Разящий удар. Ферзь С5. И выигрываю я фигуру. Но если черные в целом эту идею игнорируют, тогда у меня лишний конь. Есть проблема. Конь Д7. Действительно, Б7. У меня опасная пешка по Д. Плюс ферзик начинает помогать в контроле пешки Ф2. Видно, что победа не за играми. Поэтому черные обязательно должны бить. Ну и здесь конь Д7. Красивая семейная вилка. Но это только начало. Потому что все-таки отдали мы ферзя за две легкие. Это маловато. После ферзи G5. Ферзь не просто отходит. Он, конечно же, например, защищает ладью на С5. Чтобы черные хотя бы остались без качества. Поэтому выбор у нас невеликий. Бьем на F8. Король F8 и D7. Очень важно не просто играть в шахматы. Создавать проблему. Нагнетать каждым ходом. И, конечно же, угроза очень серьезная. Ладья помочь не может. Король помочь не может. Единственный ход это ферзь D8. Ну и по большому счету вот здесь вот можно бросить анализ. Но мы еще несколько ходов поделаем. Например, ладья F2. Заберем эту пешечку. И посмотрим, как могла складываться дальнейшая судьба партии. Если черные пристраиваются к пешке на D7. Например, ладья C7. Тогда красивая слон H3. Ж6. Идея провести, например, F5. Заблокировать нашего слона. Забрать на D7. Но тут красивая слон Е6. Появилась динамика. Ну и вроде бы конкретно король Е7 решает проблемы. Но здесь B6. Еще более убийственный ход. Ладья вынуждена отойти. Но раз она отходит, тогда с пешки D7 проблемы нет. Но и отваливается еще и на F7. Там уж подавно белые выиграют. Но вернемся чуть-чуть назад. Например, ладья C7 не хотят играть черные. Потому что понимают после слона H3. Нет смысла ее брать. Тогда ладья B5. Ну тогда ладья F4. Идея очень простая. Нам нужно проводить пешку. Мы используем слабости черной восьмой горизонтали. И теперь просто заезжаем на попытке как-то сопротивляться черных. Просто заехали и забрали нужный материал. Ну и здесь можно аккуратно сыграть. Слон D5. Нет никаких взятий. На D7. Потому что слон C4. Аккуратно стабилизировали позицию. Да, лишняя фигура. Опасная пешка на D7. Белый легко выигрывает. Вот такая вот позиция из первого тура. Чемпионата России. Суперфинал. Круговичок. Обязательно подключайтесь. Смотрите. Трансляции есть на всех популярных сайтах. И увидимся с вами на эфире. 8 декабря в 17.00 по Москве. Пока-пока.